Приветствую вас. Отвечая на ваш вопрос, который вы задаете, я скажу так, никак. Нет таких слов, которые могли бы помочь мужчине, например, лучше принять то, что вы хотите ему сказать. Нет таких слов, которые могли бы не причинить ему боль. Нет таких слов, которые оставили бы его, условно говоря, равнодушным к этой ситуации. Здесь я бы сказал, что боль, болезненность, это в данном случае хорошо, в данном случае нормально, потому что только боль поможет человеку понять какие-то вещи для себя. Вот. Только боль способна человеку предать некий толчок, ну, к тому, чтобы что-то менять. Вот. И только через боль, опять же, только через боль, человек, ну, будет способен что-либо изменить. Вот. Поэтому я полагаю, что... Такая вот история, я полагаю, что именно так можно здесь вам... Ну, именно здесь вам ответить на вопрос, который вы задаете, да, и сказать сразу, чтобы вы... Ну, чтобы вы не думали, что можно найти какие-то слова, да, вот. А... Эм... Которые... Могут, могут... У... У... Убрать боль. Вот. То есть, из таких... Таких слов, э... Нет и, э... Быть вообще... В принципе, не может. Вот. Вот, а другой момент, другой момент, на мой взгляд, заключается в том, что и вот сказал, собственно, мой коллега Борис Никифоров, да, это как вы выстраиваете отношения, то есть вы выстраиваете явно деструктивно, то есть мужчина, он, если вас изначально, допустим, не устраивает, ну, по каким-либо критериям, по каким-либо моментам из-за чего-то, вот, то, наверное, наверное, сразу нужно было ему об этом либо сказать, да, либо сказать, либо донести до него, что, ну, что как какие-то вещи, там, к примеру, для вас неприемлемы, вот, чтобы он знал и, соответственно, чтобы у него там, ну, грубо говоря, не было, не было, не было иллюзии, да, чтобы у него не было иллюзии относительно, относительно, вот, значит, ну, того, как выстраиваются ваши отношения и того, как они складываются, вот. Вот, а эти иллюзии, получается, у, значит, ну, у мужчины, получается, были, вот, по какой-то, опять же, причине, да, из-за чего-то. И, на мой взгляд, тут уже вопрос к вам, как, собственно, вы, правильно мой коллега говорит, как, собственно, вы выстраиваете эти самые отношения. Вот, вот, в убийстве встречаемся мы с парнем с января этого года, знакомый год. Отношения вроде бы и неплохие, но часто начали ссориться из-за пустяков. Понимаете, ссор из-за пустяков не бывает, это первое. Второе, в некоторой степени, ссоры, это естественно, это нормально, вот, в некоторой степени, повторюсь, ну, ссоры, это хорошо, потому что помогает и позволяет людям как-то, ну, выражать свои какие-то чувства, да, свои какие-то эмоции и так далее. Вопрос, включаясь в том, все-таки, все-таки, вопрос, включаясь в том, из-за чего вы ссорились, т.е. вы говорите пустяки, но эти пустяки приводят к ссоре. Значит, если эти пустяки, пустяки приводят к ссоре, значит, они такие уж, они пустяки, но это значит, что вы, получается, да, обесцениваете, получается, что все. Тр... Да, отнялль, да, нет, 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 нет. Так. Быть недалеко. Дальше. Значит. Бывают очень хорошие моменты, прямо скалочные, пищевые. То есть, у вас такие, ну, такие, прям, скачки, да, наблюдают. Такие, прям, вот. То есть, либо все плохо, да, либо все хорошо. Такие, скачки получаются. В отношении. Так, чтобы вот ровно было, не получается. Опять же, здесь нужно больше себя, к себе вопрос, обратить себе вопрос задать. Что для меня, что для меня, например, ну, вот, именно сказочное. То есть, что я воспринимаю, как сказку, например. Воспринимаю ли я что-то, как сказку. Например, опять. Как это влияет на меня? Как влияет на меня то, что я чувствую, ну, чувствую, как хороший момент. Это, это вот такой аспект. Далее. Если я правильно понял, то, ну, ссориться вы начали, там, спустя вот какое-то время, да. То есть, это не было, не было изначально. И через историю проходят, в общем-то, все пары. Это, это история, в общем, обычная история. Вот. Это обычная, это нормальная история. Вопрос, опять же, заключается в том, как вы сами воспринимаете ссору для себя. А мысли, вот, то, что вы говорите, что это пустяк, ну, наводит на такую мысль, вот, наталкивает на такую мысль, что возможно, 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 возможно. Вы обесцениваете все-таки. Дальше. Сам парень достаточно сложный. Хочется, чтобы все было так, как он себе спланировал в голове. Но в дубке не идет, а, очень, но в дубке идет очень сложно, любит спорить. Ну, опять же, всем сложно для вас. То есть, то, что вот он хочет, ну, чтобы было так, чтобы было так, как есть у него в голове, да, это, ну, шизоидный тип личности, да. То есть, когда человек выстраивает какую-то модель, какую-то схему, систему, система выстраивает у себя, ну, в голове, да, у себя в сознании. И пытается, хочет, чтобы, ну, чтобы эта система, она была, да. Это, опять же, такой тип личности. То есть, человек это делает, ну, скорее всего, потому что по-другому ему дискомфорт. По-другому у него не получается. Он бы и рад. Может быть, он бы и рад, но не получается. Вот. Поэтому, опять же, здесь важно то, как вы сами, да, относитесь, ну, к данной истории. Здесь важно, как вы сами относитесь к данной позиции. Вот. Это очень важный момент. Для вас. Для вас. Дальше, на уступке идет очень сложно. Я так понимаю, что речь идет о ряде претензий ваших к нему. То есть, это ряд таких претензий ваших к нему, да. Которые необходимо, опять же, разделить. Разделить на, ну, на несколько вот составных, скажем так, частей. То есть, претензий, которые действительно на вас влияют. И претензий, которые вы бы, к примеру, ну, хотели бы, чтобы были реализованы. Ну, просто потому что, да, просто потому что, просто потому что так. Здесь нужно брать ответственность. Для себя. За то, что вы хотите. То есть, тут, как бы, без ответственности, без принятия личной ответственности не получится. А пока, вот, вы в ссорах, вот, когда вы ссоритесь, вы говорите, что мы ссоримся. Говоря, что мы ссоримся, вы, ну, на мой взгляд, себя ответственность как раз снимаете. Вот. К сожалению. То есть, как бы, ссора происходит вообще, ну, не из-за вас ссора происходит. Вообще, из-за того, что сама произошла. Это вот позиция, ну, пока деструктивная. Дальше. Так, у меня накопилась зарядовая усталость. То есть, смотрите, здесь у нас есть элемент принуждения, да, боли. То есть, вы себя в какой-то момент, ну, значит, начали заставлять быть в отношениях с этим человеком. Да. Именно начали заставлять себя быть в отношениях с этим человеком. Ну, вот, тут надо бы, а, тут надо бы, подумать, а ради чего вы, ну, терпите? Ну, такое вот, например, допустим, к себе отношение. Знаете? Что вы-то для себя хотели получить? Это важный момент. Это очень важный момент и очень важная история для вас, опять же. то есть, чтобы вы, вот, понимали, какую цель я преследовал, терпя, значит, вот, и накапливал усталость. Да? То есть, это первое, второе. Если я накапливаю усталость, значит, значит, я вовлекаюсь, значит, я вовлекаюсь в отношения, я вовлекаюсь в отношения. Ну, больше, чем, ну, чем нужно, больше, чем необходимо, вот, почему-то, да, из-за чего-то. То есть, это вопрос, опять же, к вам, про границы, про ваши личные границы. Как и почему я чувствую усталость. Из-за чего, да, из-за чего, из-за чего я чувствую усталость. Дальше, эм, так, сегодня была у него в гостях, все было очень хорошо, а, вот, то, что именно, вот, вы подозреваете, понимаете, все было очень хорошо. А, ну, вот, я все равно понимал, что это ненадолго, и ссоры и претензии не загораданы. Ну, смотрите. Кхм, чьи претензии не загораданы? Его или ваш? Да, это первое. Второе. 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 А-а-а-а-а-а-а-а. Ссоры? Ссоры. Как? Я, я, я уже сказал, Зами по себе не появляются. И... И ссоры не будет, если вы не будете в них участвовать. То есть в некоторой степени все зависит от вас. Потому что я не думаю, я не думаю, что человек, да, я не думаю, что человек будет, ну, ссориться сам, сам с собой один. Вот, я думаю, что человек все-таки, ну, ссориться всегда, когда другой человек отвечает. То есть, чтобы не было взор, вам нужно просто пытаться отвечать. Но, вы отвечаете потому, что как-то реагируете на это. Как-то реагируете, подчеркиваю. Вот это и нужно определить. Как и почему вы определенным образом на это реагируете, на что. Страх, который вы испытываете, по сути, это, по сути, страх. Вот. Это... То, что вы вверяете, то, что вы вверяете в контроль другого человека. Это вы ему говорите, как бы, что это... Это ты отвечаешь. За это ты ответственный. Ответственный. Ну, в той или иной истории, в той или иной ситуации. Дальше. С октября у меня будет большая нагрузка, практика, работа, диплом. Но я сейчас понимаю, что могу просто не потянуть эти отношения. Так как лично у меня на них уходит много нервов. Ну, как некоторые люди говорят, что отношения – это работа. Вот вы, судя по всему, в буквальном смысле слова, отношения сделали своей работой. То есть... Ну, это... Странно. Если у вас уходит много нервов, причем нервов, на эти отношения... На эти отношения. Тут нужно разбираться с тем, на что уходят нервы. Конкретно. Нервы – это что? Это переживание. Нервы – это переживание. То есть, по факту, вы переживаете. Нервничаете, волнуетесь, тревожитесь, тревожитесь. И так далее. Ну, пока... Вопрос... Возникает. Вопрос возникает. Как? Почему... Так... Что... Что вас... Тревожит... Конкретно вас? Мужчина... Ваш мужчина, судя по... Описанию. Он просто... Значит... Взвалил на вас... Ответственность... За... Свою... Ну... Скажем так... За свою идеальную картинку в голове. То есть, вот у него... У него картинка... В голове... Какая-то была, да? Вот. И он... Вот... Взвалил... Ответственность... За эту... Эту... Картинку... На вас. Вот. И вы теперь... Как бы... За это... Ответственны... Ответственной... Точнее... Себя... Чувствуете. Вот. Ну, это... С... Позиция... Опять же, ваша. Какой у вас... Мотив? Какая у вас модель... Отношений? Вот. То есть, я могу так предположить, что... Ваши родители... Знаете, как говорят... Много вопросов решали... В задней комнате. То есть, не в холле, да? Не в парадной... А именно в задней комнате много вопросов решали. Такое у меня... Возникло... Чувство. Потому что... Ну, много нервов... Вот это вот... Все... Это... Это про... Именно... Странеискренность. А... Ну... Странеискренность. В одно... Именно... Вашей семье между вашими близкими. Дальше. Так... Парень требует больше внимания. А, вот... Что вы складываете... В это понятие? А... Парень требует больше внимания. Это как? То есть он, как, во-первых, он это требует? Во-вторых, по какой причине вас это волнует? То есть, ну требует, требует, вы требует. Вы что, должны ему это внимание или что? Почему вы должны давать ему внимание, если, ну, вам не хочется, например? Ведь не хочется же, а суть по всему нет. Ну, так, так, почему тогда? То есть вот этот момент, он, ну, опять же, как минимум странный. Если не хочется, то не надо. Если не хочется, то просто не нужно. Но вы, скорее всего, что чувствуете, когда не даете ему чувство вины? Так у вас такая проблема, вероятно, будет с таким мужчиной, но не только с этим, не только с ним. Вот. Понимаете? То есть, чувство вины, это, это, ну, довольно такая болезненная история. Как правило. Это нарушение личных границ. Чувство вины. Я чувствую себя виноватым за то, что он не дала, ну, там, допустим, своему любимому человеку, да, того, что он хотел. Вот. А могла ли я дать, почему я вообще должна была давать? Это, эти вопросы не обсуждаются, да. То есть, здесь, как бы, вот, взрослое эго-состояние личное, всегда взрослый, аналитический центр. Здесь не включают, не включаются. А он необходим, этот центр. Потому что, без него вы равноправные отношения построить не сможете. Никак. К сожалению. Дальше. Так, он требует больше внимания. Обещалось, нужно разрывать эти отношения. То есть, только вот потому, что парень требует больше внимания, я правильно вас понял, или как, как обстоят дела, почему вы решили это так? То есть, опять же, вы меня извините, вы меня извините, но, ну, я не очень, не очень, просто понимаю, как, как у вас, действует логика, здесь, а, действует логика, здесь. Вы, парни, да, как относитесь, вообще, вы его любите, у вас, есть к нему, там, чувства, какие-то, ну. То есть, вот, как вы можете, так вот, к примеру, отказываться от человека. То есть, это вот те истории, которые, нужно рассматривать и исследовать. Потому что, если вы любите человека, да, в естественном чувстве, то вам нужно просто давать ему то, в чем он нуждается. Это все, нам ненавидно больше ничего. А вы, как будто бы, опять-таки, чересчур много на себя берете. Чересчур много. Вот так. Дальше. Так, решила, на счете, что нужно разрывать отношения, подскажите, пожалуйста, получите этот вопрос, но сказать ему, что я решил раздраться, потому-то, потому-то, потому-то. Твоей вины здесь нет. Как сделать, чтобы он меня понял? Никак, потому-то, его, его понятие, его понимание, точнее, его понимание. Его понимание вас никак не связано с вами, может, абсолютно никак не связано с вами. Связано исключительно только лишь с ним, с его когнитивными способностями. Вот. И вы никак не сможете, точнее, никак не сможете повлиять на, значит, то, что больше вас по впорту. Но, чтобы повысить шанс, чтобы повысить шанс того, что он вас понял, вот, ага, вы можете сделать только одно. Максимально, вот прям максимально, подробно, максимально четко, максимально одно направлено, недвусмысленно, донести до него, чтобы у него не было маневра для неточного, в кавычках, понимания вас и вашей позиции. Дальше, боли и страдания парня, я причинить не желаю. А это не ваш ответ, значит, боли и страдания, это его ответ, вы здесь ни при чем. То есть, опять же, опять же, опять же, мы опять здесь имеем дело, вероятно, с чувством вины. Это ваш ответ. Вот, если это его ответ, не ваш, вы, вы здесь ни при чем. Абсолютно. Поэтому, этот момент учитывать, пожалуйста, пожалуйста, именно этот момент учитывать. Вы ни при чем. Его боли и страдания, это его боли и страдания. Но я не очень понимаю, что у вас по чувствам. То есть, если вы любите молодого человека, если вы его любите, то ваше, ну, ваше решение, оно поспешное. Вот, вообще, ну, отношения сперва можно попытаться, ну, попробовать, как бы, гармонизировать. Вот. Вот. Непонятно, что он чувствует к вам. Вот. Потому что, опять же, если он вас любит, что, может быть, он просто, ну, просто считает, что вам так лучше. Что только он делает. Вот. Вы же ему, возможно, никогда не говорили о том, что для вас важно, что для вас ценно и так далее. Только в ссоре, а ссора-то она серьезно не воспринимается. Вот. Поэтому, я бы, наверное, даже порекомендовал бы вам, сперва, преди, чем расставаться. Вот. Все-таки, предложить ему, ну, скажем, меньше влиять на вас. То есть, ну, меньше чего-то требовать от вас, может быть, да. Вот, например, с того же внимания, которое, ну, которое мужчина требует от вас. Вот. То есть, это все, вот, вы можете у него, например, попросить, да, там, ну, к примеру, сделать, допустим, запрос. Такой. Вот. А дальше просто посмотреть, э-э-э. как и что будет. То есть, если согласится человек на подобные вещи, если человек, ну, если человек примет вашу позицию, вот, то можно, можно, в принципе, не наставаться, а просто вывести отношения на такой другой, более высокий уровень. Вот. Ну, а это не готов, значит, что ж. Таков его выбор, и вам нужно будет сделать свой же выбор. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.